Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот у меня вопрос, а почему мы видим Бога именно, что Он возлюбил так мир? Ведь если так подумать, то Вселенский потоп, Содом и Гамора, мы видим, что Бог наоборот, Он такой карающий, а здесь Он возлюбил за что? Вот такой вопрос. В первую очередь, когда это было впереди? А когда эти слова, которые говорят, вы события не переставляйте местами, если бы раньше было, и тогда после этих слов потоп был бы, вы бы могли сказать. А почему? Потому что люди разложились, и написано, растлилась земля. Земля не может растлиться. Объяснение Виссарион дает такое, что люди названы грязью, размокли, и они не нужны, они ни для чего не нужны. Вот сегодня люди некоторые живут, они только оскверняют этот мир, безобразничают, преступления на преступления, вылавливают детей, еще только не делают, и продают. Ну только в Российской Федерации за 20 лет перестройки 120 миллионов абортов. Эти люди лишние были бы сегодня. Страна-то пустеет. А зачем нам нужна такая страна, когда люди ненавидят правителя своего, священство не признают? Ответ-то один, как ты долго терпелив и многомилостив. И Златоуст говорит, из всех смертей Господь дал смерть самую легкую, самая легкая смерть утонуть. Поперхнулся, ни болезни не было, ничего нету. А какая самая трудная? Голод. От голода умирают. Это длительные мучения, когда организм сам себя испепеляет. Вот как. А Содом и Гамора, это понятно, это самое противное. И оставив, естественно, употребление женского пола, разжигались друг на друга похотью. И сейчас везде. Прочитал про Содом один, ну, пастор называет, а не у еретиков-то, ну, он сказал правильно. Ему два года дали. Идут гей-парады и прочее. Это нигде скотина ни одна не делает, ни одно насекомое не делает. Что человек делает? У нас примерно сегодня только около 10 миллионов женщин, которые никогда не выйдут замуж. Нету мужчин. И в это время еще мужчина с мужчиной. Как-то сказали, что у вас гей-парадов нету, а президент Путин сказал, у нас и так людей мало. Так что надо смотреть везде. Все сегодня во всех странах публикуются, идут гей-парады. Это означает, что вся земля будет сожженная. Под этот пункт сожжения подготавливается земля. Растление идет. Менять пол ребенок может, не советуясь с родителями. А кто родился, мальчик или девочка? И что он? Ну, ничего от него потомства уже не может быть. Внешне можно палец перешить, он и спине будет палец. Но только ты им ничего не поправишь в носу. Вот и ответ. Господь долготерпеливый и за этот мир грешный. Возлюбил нас, когда мы были во грехах, говорит апостол Павел. И вместо всяких поставь свое имя. Это говорим мы. А когда настоящие люди, то есть, вот сейчас вы найдете мужчин, которые ни разу не сматерились. Не смирнословили. Которые не курят, не наркоманят. Ну, найдите такой нормальный, чтобы был человек, который жил еще сто лет назад. Даже в России. Ведь в школах-то что делается? А раньше отделы, мальчики, девочки отдельно учились. А сегодня в шестом классе ее на вторую букву алфавита называют уже. Вот как. Считается, если она девственница, значит, это плохая. Она никому не нужна была. Вот она пригласила шестерых. Сама в шестом классе, а она из восьмого. Шестерых пригласила к себе. Но трое ушли. А остальных судить будут. И она всем отдается. Одна поселилась в кочегарке и заразила полшколы. Что делается-то? В этом вопросе мусульмане для нас пример. Он никуда жену на шаг не отпустит. Едет куда-то на курорт, она рядом идет, как будто в мешке тащит. Отдельно купаются. Вместе никогда нет. Высоким забором отделенной женщина полицейская охраняет, чтобы никто не увидел. Специальную материю изобрели. Материя полностью пропускает воду. И она закрытая. Вот возьми просто так, посмотри. Вот она идет, зуб болит, она одна пошла. У них пойдет куда-то? Никуда. Ее охраняют, вместе пошли к зубному врачу, отец и брат. И они сидят рядом, предупредили. Руки лежат на кинжалах. Ниже подбородка рукой не касайся. Вот показывают где-то в Таиланде. Там тоже мусульмане есть. Ее замуж выдавать. Но она должна представить справку, что она девственница. Она специальный гинеколог осматривает. Она не дается. Тетушки упрашивают ее день, второй, третий. Она исплакала с себя. Что ж вы делаете? И сказали, иначе свадьбы не будет. Но она закрыла лицо свое, замотала. Теперь они ее посмотрели. Девственницы. Как они обнимают друг друга. До слез смотреть невозможно. Наша Айша, она сохранила себя. Ой, Айша, да какая она молодец. Это ангел Божий. И жениху справка. Вот как. Какие люди-то? Это не где-то. Не в какой-то стране. А у нас. А в Америке-то что делать? Разбрат-то оттуда идет с Франции, с Америки. Так что, дорогой брат Андрей, тут так. Надо смотреть. Вы мужественные? Переводится ваше имя. Будьте мужественными. Перешагните этот стих. И скажите, Господи, все наоборот, я думал. Как ты можешь любить нас? Единственного сына божественного. И сатана этого даже не знал на небе. И воплотиться через Деву Марию. Чтобы подготовить этот сосуд Деву Марию, потребовалось 5508 лет. Это говорить нельзя без слез. И он нас возлюбил. Мы его творение. Уготована вечная жизнь. Какая радость. Какое общение. Какое у нас тут интернетное общество. И он нас любит. И где-то спотыкаемся. Вот, пожалуйста, молитва Ефрема Сирина. А что устали? Сегодня вечером ее уже нету. Только воскресенье вечером. Любящая мать наша, это церковь Христова православная. Вот так, дорогой брат. Игорь Чич, Александр, может, вопрос? Я спошу Андрея сначала. Андрей, ты понял? Да, понял. Спаси Христов. Аллилуйя. Ликуй. Слушаю, брат Александр. Говори. Вот у меня вопрос такой. Там вот, когда Галатом пишет апостол Павел, что когда призвал о благодать, я не стал советоваться с плотью и кровью. Я вот понимаю, что он не стал измышлять или что? И вот напрямую сразу принял приказание Божие. Не пошел советоваться ни с кем не пошел. Я вот где обратился, работал на море. И сошел на берег. Мне некогда было с мамой беседовать или где-то. Библию дали мне в руки. Душа моя расплавлялась. Через полчаса я получаю рождение свыше и крещение Духом Святым. Я не пошел с плотью и кровью, со своей, что мне трудно будет, гнать будет. Не стал советоваться с родными, с близкими, которые верующие были. Ни с кем. Я сразу сказал, вот я, возьми меня. Все, дорогой брат. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, никого нет? Отхожу. Благодарю за молитву. Спаси Христос. Аллилуйя.